В полном объеме сохранить льготы для инсулинозависимых больных с сахарным диабетом, предусмотреть поддержку на приобретение жилья молодым ученым и как минимум до конца учебного года оставить бесплатными продленку и школьные завтраки. Такие требования к проекту бюджета выдвинули депутаты и часть предложений в администрации поддержали. В частности, диабетики с нового года продолжат получать все те льготы, которые у них есть. Решен вопрос и с группами продленного дня. Этот вопрос на данный момент снят. Вот, все остается. Это не обсуждаемо. Все остается, как было. То есть, будет бесплатно. Финансовую поддержку на улучшение жилищных условий для молодых ученых предусмотрят в корректировках бюджета. А вот в вопросе школьных завтраков пока найти взаимопонимание не удается. Депутаты продолжают настаивать. Бесплатное питание для всех учащихся необходимо сохранить как минимум до конца мая следующего года. Оставить завтраки всем категориям без изменений, без адресности до конца учебного года. И за это время проработать все варианты адресности и, собственно, как бы с 1 сентября 2019 года внедрить эту систему, проработанную со всеми родителями, со всеми департаментами, депутатским корпусом, собирая общественное мнение по данному вопросу. В администрации парируют. По новому постановлению Минфина муниципальные бюджеты не могут финансировать вопросы местного значения, иначе лишатся дотации. Сколько с нас суммарно снимут после обчета 1 июля 2019 года? 50 миллионов даем, 50 миллионов снимем. Один из предлагаемых выходов из ситуации – максимально расширить список категории учащихся, имеющих право на бесплатные школьные завтраки. То есть, сделать этот вид социальной поддержки адресным. Глава администрации согласен на введение дополнительных категорий, о чем Сергей Григорьевич сказал. Поэтому, мое мнение, можно увеличивать, расширять эти категории, вводимые сюда. Это понятный подход. Тем более, администрация говорит, что они готовы взять на себя всю реализацию и ответственность за реализацию этого решения. Депутаты отклонили предложенные администрации проект изменений в меры социальной поддержки граждан. А это значит, что точка в споре о сохранении бесплатных школьных завтраков пока не поставлена. Судьбу же главного финансового документа города народные избранники решат уже в четверг, 27 декабря. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.